Учителя по всей республике не могут получить зарплату. Задолженность выросла до больших размеров, а чиновники не торопятся выплатить положенное. Кто защитит педагогов и почему, чтобы добиться своего, нужно обивать пороги всех инстанций. Об этом и не только в нашем сюжете. Если учитель звучит гордо, то его материальное положение, наоборот, унизительно. Все эти разумные, добрые, вечные на голодный желудок и пустой карман не весело. И хотя учебный год завершен, проблемы педагогов с последним звонком не закончились. Если они терпят до последнего, то депутаты громко и вовремя заявляют о проблемах учителей. О том, что задолженность перед ними составляет 30 миллиардов тенге и о том, что часть из 300 тысяч учителей, которые вышли в отпуск, не получили положенные выплаты. Испытав на себе халатное отношение чиновников, они подняли данный вопрос на внеочередном заседании Республиканского общественного совета по вопросам образования при партии Аманат. В последние дни поступает очень много обращений и жалоб с регионов от учителей по вопросам своевременной невыплаты отпускных и лечебных пособий. Данный вопрос взят на партийный контроль и в течение недели по заверениям местных исполнительных органов и Министерства образования полностью вопрос будет решен. Депутаты от фракции Аманат поднимали эту тему и на совете, и в Можилисе тоже. Тут были и представители всех регионов, а причина огромного долга перед учителями кроется в неправильном планировании бюджета местными исполнительными органами. Многие при этом столкнулись с дефицитом бюджета, о чем было сказано депутатам Кучинской в Можилисе в адрес Асхаты Аймагамбетова. Сложившаяся ситуация – это не просто позор. Это дискредитация поручений главы государства, работы правительства и депутатского корпуса, которую можно сравнить с диверсией. В связи с вышеизложенным, уважаемый Асхат Канатович, мы, депутаты партии Аманат, требуем решения сложившейся ситуации в кратчайшие сроки. О результатах проведенной работы и принятых мерах по недопущению подобной ситуации в следующие периоды просим уведомить депутатский корпус до конца текущего месяца. К слову, 23 июня стартовала новая спецпрограмма, по которой педагоги в дефицитных регионах будут получать 800 тысяч тенге. Это два с половиной оклада в течение пяти лет, и на такой срок заключается договор. Но эта максимальная сумма все зависит от квалификации педагога и в каждом случае индивидуально.